Ну а сейчас, как мы и обещали в самом начале нашего эфира, настало самое лучшее время для того, чтобы поговорить об особенностях отопительного сезона. Расскажет нам об этом Алексей Калистратов, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Симферополя. Доброе утро! Доброе утро! Доброе, теплое, главное утро, потому что нам подключили отопление. Слава Богу, мы старались. Мы решили, что есть законодательные нормы о том, что температура должна быть среднедневная меньше 8 градусов в течение 5 дней. Для южных регионов, как Крым, это, наверное, нереально нам дождаться такой радости, поэтому мы решили с понедельника гражданам включить отопление, проживающим в МКД. Ранее мы включили уже в социальных объектах, это в школах, садах, больницах, ну и других объектах Соскульбы, они уже с теплом, правда некоторые отказывались ввиду того, что погода хорошая на улице. Некоторые больницы попросили подождать, повременить подачу теплоносителя, потому что когда в палатах жарко, ну люди с определенными заболеваниями, им тоже тяжело приходится. Поэтому мы вот так вот лавировали между хорошей погодой и желанием граждан жить в тепле. Но с понедельника мы подключили все МКД без исключения, к концу недели во всех домах, если не случится каких-то непредвиденных аварийных ситуаций, которые, к сожалению, происходят, я думаю, что будет тепло. Алексей Александрович, процесс этот подключения отопления всегда масштабный, всегда он затратный, где-то ремонты проводятся, где-то капремонты. Как в этом году все прошло? Ну, есть такое понятие, как подготовка к ОЗП. Она начинается сразу после того, как заканчивается предыдущий отопительный сезон. Когда видны все нюансы, все огрехи, которые были, все начинают работать над тем, чтобы привести в нормативное состояние, провести ремонт, капремонт сетей, для того, чтобы к отопительному сезону подойти со стопроцентной готовностью и можно было беспрепятственно с началом холодов или с решением муниципальных властей о начале отопительного сезона подавать теплоноситель. В этом году теплокоммунэнерго, наши управляющие компании, проделали большую работу по ремонту, по инспекции сетей. Я думаю, что каких-то глобальных проблем не возникнет, но, конечно, главная проблема наших сетей – это их изношенность. Некоторые там изношены более чем на 60%, поэтому, конечно же, я думаю, что и в этом году будут возникать аварийные ситуации. Но к этому все теплоподающие компании и управляющие компании, по нашим данным, готовы. Я думаю, что это будет устраняться все оперативно. Ну а вообще много было проблем выявлено, если по сравнению с прошлым годом и еще с позапрошлым годом? Знаете, мы находимся в составе Российской Федерации уже более 4 лет, и каждый год подготовка к отопительному сезону совершенствуется. Первое время, конечно, из-за разности законодательства, из-за разности подходов. Первые годы, конечно, не совсем еще понимали, как это делать, не совсем знали, как это делать. Сейчас уже рука набита, так сказать, все уже идут по проторенному пути, поэтому и проблем меньше, но и подход более качественный, поэтому более масштабные мероприятия. То есть и промывка, ну есть некоторые этапы, тогда промыть систему, чтобы там ушла вся грязь, которая есть. А прессовать, чтобы она была, ну не было утечки воды, чтобы нормальное давление было. Все это проходит уже сейчас на более профессиональном уровне, и мы уже исключаем формальный подход. То есть как, возможно, при Украине и в начале нашего нелегкого пути просто писались бумаги, а по сути ничего не делалось. Теперь уже, конечно, такого нет, уже все, что положено по регламентным работам, все делается. А работников хватает? То есть на вызов всегда оперативно приезжают, устраняют различные проблемы? Ну, работников, как всегда, не хватает, но выходит из этого положения, обходимся тем количеством работников, что есть. Управляющие компании, в принципе, аварийные службы укомплектованы и техникой, и работниками, и теплокоммунэнерго тоже укомплектованы. В этом году они хорошо подготовились, спасибо руководству этой организации. Поэтому думаю, что все, дай бог, чтобы их было поменьше, но все, что будет происходить, будет оперативно устраняться. Можно ли утверждать, что на данный момент в Симферополе 100% домов, учреждений подключены к отоплению? Ну, это наша задача, наша цель, ну, и мы, естественно, стараемся к отоплению подключены к 100% домов, которые имеют централизованное отопление, 100% учреждений. Естественно, могут, я же говорю, возникнуть какие-то аварийные ситуации, ну, с ними тоже уже есть алгоритм их устранения, есть понимание, есть опыт у людей, которые работают. Поэтому все будет происходить достаточно оперативно. Вот это самое главное. Прошу прощения, вынужден вас перебезить, тебя тоже. Дело в том, что время нашей беседы ограничено, мы уже подходим к концу. Нашим телезрителям хочу напомнить о том, что сегодня у нас о проблемах, а точнее не проблемах, а об успехах. Подключение отопления рассказывал Алексей Калестратов, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Симферополя. Продолжение следует...